Музыка Да, привет, привет! Привет всем! Здрасьте! Здрасьте! Привет, Казахстан! Видел там Красноярск или Краснодар? Здравствуйте! Здравствуйте! Да! Всем приветики! Да, здрасьте, здрасьте! Сашка, вижу, да, привет! Алиночка, вижу, да, здрасьте! Ну что, я вас всех поздравляю с Днем России, с праздником! Ну, я себе не изменяю, для меня этот праздник имеет такой, знаете, с одной стороны, с одной стороны Россия, моя там, вторая, скажем так, родина, точнее, родина моего сына, вот. Да, но в этот день еще мы похоронили Советский Союз, то есть СССР, поэтому для меня этот праздник всегда будет иметь такой привкус немножко, такой грусти, потому что мы потеряли, потеряли... Да, Европу слушаю, откуда знаешь? Сам на этой волне висишь, что ли? Да, вот, поэтому, ну, я родину потерял в этот день, если честно. Да многие из нас потеряли родину, поэтому праздник День России, он такие фантомные боли для меня имеет в каком-то смысле. Так что так вот, я понял. Да, спасибо. Привет из Украины, город Кременчук. Здрасте. Ну, неважно, как бы, в этот день все равно, так или иначе, состоялся референдум, состоялся референдум, но он не спас ситуацию, если честно. Ярославль. Да, вижу. Да, вижу. Причем, вы самое интересное, ведь знаете, что ведь на референдуме против развала Советского Союза в большинстве своем проголосовали только граждане РСФСР. Украина проголосовала за развал, Беларусь проголосовала за развал, за сохранение Союза проголосовала Средняя Азия, Средняя Азия, против, то есть, в смысле, за развал Союза проголосовала, в общем, те, кто на сегодняшний день, скажем так, предатели в каком-то смысле, в целом, и общей исторической нашей какой-то такой страницы совместной жизни, вот они и проголосовали против, кстати. Ну, проголосовали, и в результате что они имеют? Ну, что имеют, то имеют. Многие мечтали жить как в Швейцарии, в прямом и переносном смысле, многие мечтали жить как во Франции. Я помню, я учился в Днепропетровском театральном училище, и я голосовал за то, чтобы Союз сохранить, потому что я, ну, хотел идти учиться дальше, и я понимал, что если Украина отделится, то я тогда боялся, что, ну, у меня будут ограничены возможности в реализации в своей. Я голосовал за сохранение Союза, а потом, спустя уже много-много лет, я нашел статистику по этому голосованию. То есть в целом-целом референдум показал, что Советский Союз сохранить, но там было не единогласно, там было большинство. Но потом я посмотрел статистику, где, как проголосовали по Союзным Республикам, и вот я говорю, что Украина, Белоруссия за развал Союза, туда же Грузия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, вот эти все страны Средней Азии, грубо говоря, там, да, и там частично, там, частично, там, Армения за сохранение Союза выступала. Они проголосовали за сохранение. Так что вот так вот. Прибалтика, по-моему, по-моему, Прибалтика на тот момент тоже проголосовала там против, ну, в смысле, против сохранения Союза. Но они уже были, по большому счету, уже как бы, ну, уже все оторваны, ломать и так далее. За Евро-21? Да нет, чего следить-то, господи. За этими кривоногими футболистами, за ними следить, я вас умоляю. Я надеюсь, они утрут нос, утрут нос нашим хоккеистам и даже из группы не выйдут. Да они там все, у них у всех ноги не с того места растут. Я сколько смотрел, мне как-то вот, честно, полное разочарование, причем даже, знаете, нет такой попытки, знаете, говорится, ну, может, в этот раз они, не, не, не. Я как бы полностью лишен иллюзий, вот, и не жду ничего хорошего от нашей сборной. Я уже буду смотреть финал, знаете, когда соберутся самые лучшие из лучших, так скажем, да, вот, генетически, как я их называю, генетически способных играть в хороший, в классный футбол. А наших я смотреть не буду. Что хоккеисты обосрались, что эти обосрутся, я просто в этом уверен. Поэтому я даже не хочу на это, я даже не хочу на это тратить время, если честно. Я уже написал там по поводу, там, у Соловья, там, это, там, Черчесов, там, какое-то интервью давал и так далее. Там восторжены какие-то там комментарии по поводу того, что там Россия вперед и т.д. и т.п. Но хочется сказать, что, знаете, хорошее качество русского человека, он никогда, никогда не сдается. Калантаевка шлет мне пример. Да, здрасте, привет. Классный фильм был вчера с вашим участием, восхождение на Али. А, да, ну, я не знаю, я вчера в Орле был, я вчера в Орле был, я сегодня приехал утром. Привет, Одесса. Здрасте. Здрасте. Да, по идее, завтра или послезавтра, вот в ожидании, уеду в Питер. Брест, привет. В Питере не был, я в Орле был, я в Питер приеду, у меня, я в Питер в 14 числа буду в Питере. Да, 14. Ну, когда уеду, или уеду, ну, накануне, или же 14 рано утром, я еще пока не знаю. Русские не сдаются. Знаете, в чем дело? Я тоже поддерживаю этот девиз и себе часто его говорю, но надо иногда просто понять, что есть вещи, для которых мы, скажем так, ну, мы не для них родились, не для этих вещей. Вот я считаю, что футбол, футбол, это вот как бы то, что нам, ну, не дается. Мы даже, мы даже, я считаю, даже не средняя футбольная команда. Мы где-то так, ближе к концу, вот там где-то наше место, если честно. Я не смотрел. Спасибо большое. С праздником вас, Днем России, всех благ. Да, спасибо вам тоже, всех благ. Спасибо. Да. Вот, так что вот так вот. Поэтому нет. Сам что из себя представляешь? Да уж побольше, чем ты из себя представляешь. Это уж точно, абсолютно. Не по зубам. Ну, да, футбол, понимаете, в чем дело. Когда люди играют за деньги, а не за родину, из этого ничего хорошего не получится. Вот в чем дело. Вот в советское время футбол еще был на каком-то уровне, мы еще могли показывать какой-то класс, потому что там люди за родину играли, понимаете, за престиж страны, за то, чтобы в историю войти, чтобы их имена написали золотыми буквами. А вот эти все миллиардеры, которые там бегают по футбольному полю, ну, что им это Россия? Ну, как бы, им, по большому счету, в большинстве своем плевать. А тем, кому не плевать, ну, к сожалению, они не в состоянии. Не в состоянии. Вот и все. Я просто, как бы, свое мнение высказываю. Не пытаюсь никого обидеть. Результат у них всегда налицо, понимаете. Это цифры на табло. То есть, ну, как ни крути. Как ни крути. Можно услышать тысячу оправданий и так далее. Но результат на табло. То есть, тут бесполезно что-то говорить и оправдываться. Так что так. Так, я долго, долго надежду, как бы, всегда хранил, что вот-вот сейчас. И все. Моя Надька умерла. Планы на это лето. Да у меня работы полно. Я буду работать. Я буду работать. У меня работы полно. У меня до октября месяца практически вот сейчас вот последнее, что называется, подбиваем числа. Я до октября месяца без продуху. Практически. Буду сниматься. Да, у нас, ну, то, о чем я говорил, то, что я говорил, я предупреждал неоднократно. Кто слышит, кто там бывает довольно часто на моих эфирах, вот, тот знает. Я говорил, что третья волна будет, что ждите. Вы, как бы, да, там, не прививаетесь, маски не носите, расслабились. Ну, сейчас получите. Сейчас нас опять загонят в ограничения какие-то. Я думаю, что они не будут критическими. Потому что, ну, огромное количество людей переболело. Это раз. Шатка, валка. Позорно, конечно. Позорно, я считаю. Идет вакцинация в стране. Итальянцы, американцы, англичане, которые потеряли огромное количество умершими. Огромное количество. Уже заканчивают вакцинацию. Уже, как бы, уже получили коллективный иммунитет. Ну, вот, не хотелось бы. Но я так понимаю, что нам, видимо, нужно примерно то же самое пережить. Потерять своих родных и близких, да, чтобы, вот, ну, сделать какие-то выводы. Но все равно, понимаете, даже так вот, если смотреть, то по 300, по 400 человек у нас, ну, по 400 нет, наверное, но по 300 человек каждый день у нас умирает. Это много, ребят. Это много. Если, если вот так вот взять, в начало тогда, когда только все началось, было там по 30, 50. В самые такие пики, когда мы вот мы с вами сидели. Там доходило до 100. И мы там, да, удивлялись, что как так. Сейчас умирает 300-400 человек. То есть практически в 4-5 раз больше. И мы... Я вакцину на себе вообще-то испытывал. И мы, и мы как бы, ну, даже не обращаем на это уже внимания. Вот. Так что так вот. Ну, будет, будет третья волна. В Москве уже, в Москве уже вводят. Уже, по-моему, сегодня, если я не ошибаюсь, я, по-моему, слышал, слышал по радио, что Собянин там опять какой-то там, этот, ввел там ограничения какие-то. А вы знаете, она не оранжевая. Это так свет падает просто. Падает свет, она кажется оранжевая. А так она вообще просто красная. Ну, такая, светло-красная, не оранжевая. Сейчас вот я заеду, свет, сейчас исчезнет вот солнышко, и она станет красной. Под лицу, как говорится, все к лицу. Да, красный цвет. Привились. Ну, те, кто привились, молодцы. Молодцы. Нижегородская область умирает за сутки более ста человек. Ну, это уже много, понимаете? Это уже много. То есть, в принципе, смертность уже там достигает двух-трех процентов. Это примерно как было, когда испанка случилась. Там тоже смертность была от количества там заболевших, там тоже процент какой-то высчитывали. Юрий испытывал вакцину в сентябре. Да, мне 26 сентября поставили второй компонент вакцины. Я был в этих 40 тысячах, еще раз, кто не знает просто, с этими вопросами дурацкими. Вот. Вы о себе заботьтесь, как бы, о своих близких и родных. Не надо меня спрашивать, привакцинировался я или нет. Так что так вот. Сами с собой. Нет, я еще вижу тут некоторые невполноценные тоже еще что-то мне вот пишут. Типа, сами с собой беседуйте или в прямом эфире. Мы с вами оба ку-ку. Тихо сиди, я сам открою. Да, рад видеть. Да, да. Но у меня не было пару дней всего. Все сняли все ограничения. Так где у вас так это ограничения все сняли? Где такая красота? У нас тут сами себе ограничения сняли. Я с маской хожу. У меня маска всегда под рукой. Вот. Скучали? Конечно. Добрый день. Я вот опоздал. А переболели у меня есть антитела. Ну, хорошо. У меня тоже, кстати, супруга переболела. Ох, красавец. Ох, красавец. Чуть не срезал сейчас машину. Ой, мама дорогая. Фу, аж сердце екнуло. Они разошлись прямо вот реально в полметра разошлись. Женщина за рулем ехала. У нее волосы вот так стояли. Кто ты? Чудовище. Ужас какой. Ужас. Я вот иногда сам бывает тоже. Бывает иногда на дороге туплю. Бывает просто такая разметка, особенно в центре Москвы. Она какая-то немножко такая, ну, неадекватная. То есть она не поддается логике. Поэтому приходится иногда просто выглядеть полным кретином на самом деле. Потому что потом уже понимаешь, думаешь, ух ты ж, е-мое, что я сделал. Но тут, когда все четко понятно, перекресток. Привет, Хабаровск. Вижу, да. Здрасте, здрасте. Ветер. Наверное. С праздником. Спасибо. Спасибо, да. Привет, Украина. Привет. Ну, что, мы все ждем... В Израиле сняты все ограничения. Ну, Израиль молодец, дисциплинированно. Ну, как дисциплинированно. Там и пендели раздавали, как говорится, там, где надо. Вот. Ну, там жестко очень. В Израиле все было уже очень жестко. Ну, израильтяне вообще, ребята, как бы сплоченные на фоне внешней угрозы. И внутри поддерживают такую, как бы, дисциплину, ну, как анклав некий такой, да, во враждебной среде. Вот. Ну, там тоже были, да, шибко умные, вот, там, ортодоксы. Ну, я так понял, что им там пендели веселых пораздавали. Они там, вроде как, тоже там сидели там на карантине. Не знаю, привились или нет, но как-то их так это, ну, построили. Построили. Вообще, ортодоксов, вот у меня друзья в Израиле, они говорят, твари еще те, говорят, вообще, кровососы. Просто вот опухоль на теле Израиля. Но, тем не менее, заставили их тоже, как бы, сидеть там, это. Ну, или там, по-моему, даже ограничили там им передвижение, что-то такое там. Привет вам из Калининграда. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну, нет, ну, правильно, конечно. Да нет, правильно, вы понимаете, в чем дело. Ну, нельзя подвергать угрозе. Это же, понимаете, это же не то, что лично ваше дело. От этого зависит благополучие и безопасность государства и миллионов-миллионов людей. Тут же надо понимать, что вот эта вот ваша хотелка-не хотелка, я хочу или я не хочу, она в такие моменты не срабатывает. Тут надо, как бы, брать и подчиняться уже просто-напросто объективной ситуации. Вот. Но это бесконечный спор по поводу пандемии, по поводу вакцины. Я не хочу даже это трогать, потому что сейчас тут опять, сейчас накидаю говна на вентилятор, тут сейчас такое начнется, не хочу, не буду. С Днем России. Одинцова вижу. Да, привет. Привет. Выглядите супер. Ну, да. Стараемся, как говорится, стараемся. Вот. Стараемся. Спасибо. Да, ждем, ждем встречи Путина с Байденом. Сегодня я слушал интервью какому-то американскому журналисту, интервью давал Путин. Вот. Журналист, журналист, такое ощущение, знаете, я вот сидел его слушал, какие он вопросы задавал, бестактные, откровенно хамские и так далее. Я подумал, что он какой-то дальний родственник Ляшко. Ляшко, знаете, помните такого еще? Был такой депутат на Украине. Ну, такой трошки это. Не в себе. Вот. Вот похож очень по манере разговаривать, по манере вести, очень похож на Ляшко. Ха-ха-ха. Вот. Ну, это такие. Ляшко это такой, знаете, герой-однодневка. То есть, вот так, его звезда ярко загорелась с 14 по 16 год, а потом погасла на политическом небосводе Украины. Вот. Ну, Путин, конечно, красавчик. Он вообще непрошибаемый. Вы знаете, я вот смотрю, уровень самообладания, выдержки, иронии, юмора, с которым он все это, ну, выслушивает и комментирует. Комментирует, знаете, ну, такой заоблачный какой-то, если честно. Вот насколько как бы от меня все всегда отлетает. Мне вообще пофигу, да, там, что про меня говорят. Тем более, что про меня думают. Мне вообще, вот, с Москва-Сити, знаете, здание самое высокое. Вот примерно оттуда мне насрать на это. Но Путин, когда вот отвечает на эти вопросы, я смотрю, у него, у него бровь даже не дрогнет, вы понимаете? Удивительно. Вот у человека самообладания. А что вы хотите? Полковник КГБ таких уже не делают. Путин? Ну, да. Не, ну, он вообще охренительно выглядит на свой возраст, извините. Здесь мы с ним, здесь мы с ним, как говорится, я в свои 49 выгляжу неплохо, как говорится. Пококетничаю немножко. А он в свои там сколько, 67 выглядит? Молодцом, слушайте. Красавчик. Молодец. Вот что значит, не курит, не пьет, спортом занимается. Правильное питание, вовремя, так сказать, медицинские услуги, так сказать, не ждет, когда уже отвалится. Старается лечить заранее. Молодец, правильно. Правильно. Ирония главного оружия российского. Да, ирония и юмор, вы знаете, у него хороший юмор очень. Причем он такой, вы знаете, он, я обратил внимание, что он как бы юморит, вторые планы проползают как бы, и ты понимаешь, что он просто стебется над собеседником в каких-то вопросах. Но понять сразу, даже не то, чтобы сразу, даже понять, что он кого-то оскорбляет там или там унижает, нет такого, нет такого. Он как-то это вот делает так, чтобы человеку было не обидно, чтобы он, как говорится, посмеялся вместе с ним. Посмеялся вместе с ним. А, 68 уже. 68 уже. Ну вот, да. У меня с ним разница получается сколько? В 20 лет. В 20 лет. Мне сейчас... Сколько? А, нет. Или да. Нет, мне 40... А, все правильно, мне 48, 49 исполнится. Все правильно, да, в этом году 49. Вот, получается, на 20 лет у нас... Привет, Липецк, здрасте, здрасте. Да не обращайте вы внимания на хамло, это его природа, понимаете? Ну, его родители не воспитали. А может быть, у родителей у него были такие же хамло, как и он. Он сейчас же демонстрирует, понимаете, в чем дело? Он демонстрирует сейчас себя и вслед за собой демонстрирует как бы своих родителей. Ну, что из него получилось? А может, у него выхода не было? Может быть, у него родители точно такие же, как он. И он просто не знает, как себя вести по-другому. Поэтому не обращайте внимания, не давайте ему повод включить разговор и так далее. Игнорируйте, понимаете? Ну, это как? Это, знаете, как это? Чувствуете, проходит, говном воняет. Но вы же не пытаетесь там найти это говно, там, да, посмотреть, какого оно цвета, разобраться, что, собственно, с чего оно состоит и так далее. Вы же делаете вид, что как бы, ну, повоняло, и вы прошли мимо. То же самое и здесь. Не это. Почувствовали запах? Все, пройдите мимо, не обращайте внимания. Не надо. Я уже вас... Ну, сколько я буду вас учить? Не надо бросаться сразу в какой-то ненужный, бессмысленный диалог. Уровень интеллекта такого человека, как правило, невысок, он не оценит. Не надо. Просто, просто проигнорируйте его, и все. Поверьте, он исчезнет очень быстро. Да. Да. Все же, все же просто. Еще раз говорю, ну, вот каждый раз... Вот вы какие, я двоик сейчас понаставлю вам здесь. Да. 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 Ну, мне не сложно, мне не сложно, знаете, как говорится, я в дороге пообщаюсь с хорошими людьми, что называется, поговорим, почитаю вопросы, что-то вам расскажу. И дорога незаметно проходит, и вам хорошо, весело, как говорится, скрасил после обеденное время субботы. И мне тоже неплохо. Так. Тут мы на... тут я слушал... Привет, привет. Вот, тут я слушал какая-то конференция по переработке мусора. И, значит, ну, там рассказывает человек о том, что, ну, на протяжении 20 лет бытовой мусор, ну, который вот мы с вами там, да, вот мы граждане там, ну, выбрасываем и так далее, каждый год увеличивался там на 3-5 процентов, а за 20 лет, за 20 лет, он, значит, увеличился там примерно с 36, там, сколько там, миллионов тонн, грубо говоря, до там почти 70. Ну, и дальше говорит о том, что 50 процентов там это можно переработать и отправить как бы в производство по новой, а 50 процентов невозможно, ну, это какие-то такие остаточные фракции, которые надо сжигать и так далее. Я сижу и думаю, вот сидят люди, жалуются на жизнь, плохо живут, но при этом количество бытового мусора увеличилось за 20 лет почти в 2 раза. Можете себе представить? То есть, возникает вопрос, если плохо живем, откуда бытовой мусор? Ну, обычно люди, которые плохо живут, там, нищие, бедные, они еще, наоборот, помойку растаскивают под себя, как бы, да, ну, я помню 90-е годы, там, даже начало нулевых, там, там, какое-то время, я помню, как бы, там, люди там с помоек, там, что-то тащили, там, да, ну, как бы и так далее. А здесь за 20 лет количество мусора увеличилось в 2 раза, но при этом все жалуются на плохую жизнь. Ведь количество бытового мусора это тоже экономический показатель. Хотели бы, чтобы Путин остался еще на один срок? Мало вероятно, но вдруг. Вы знаете, я буду не против, я, честно говоря, уже привык, меня все устраивает в Путине, но я, с другой стороны, понимаю, что человеку же надо как-то, ну, пожить и для себя. Ну, все же говорят, что он украл 100 триллионов долларов, он же должен где-то потратить, ну, как бы, у него же должно быть время на потратить, понимаете, эти деньги. Поэтому я подозреваю, я подозреваю, что он, скорее всего, возглавит Государственный Совет, потому что, я еще раз говорю, мы, когда голосовали с вами за поправки Конституции, может быть, вы не обратили внимания, то мы наделили Государственный Совет очень большими полномочиями. Государственный Совет у нас сегодня, как бы, над властью стоит. Это некий независимый орган, который, как бы, там имеет право контролировать вообще властные структуры, в том числе и президентский институт и так далее, и так далее. Я так предполагаю, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но я политикой интересуюсь, тем не менее, да, но мне кажется, что Путин, скорее всего, возглавит Государственный Совет, а президентом будет, как вариант, или Шойгу один сезон, ну, в смысле один сезон, я по-актерски выражаюсь, один срок, шесть лет, он чуть моложе Путина, как-никак, или, может быть, сразу же Мишустин, все-таки, потому что я уверен, что Мишустин преемник, или же, или же, какой-то, какой-то проект прикрытия, прикрытия преемника, как бы, которого мы еще не знаем. Ну, вот такие вот, вот такое у меня мнение, не знаю, вот, да, поэтому посмотрим, а так, если вдруг, а если вдруг он скажет, что я пойду еще на один срок, ну, по-моему, я думаю, что Лукашенко, как бы, вот, знаете, он не мой руководитель, поэтому не буду комментировать, но я часто бываю в Белоруссии, я, ну, с какого, с 2000, чтобы не соврать, с 2010 года, я на протяжении 11 лет бываю в Белоруссии, ну, ну, где-то месяц, а иногда и два месяца бываю, в общем, в общем этом, вот. И я вижу, что, ну, ситуация, ну, как бы, застой, застой, есть такое понятие, застой, во всем застой. Слушайте, но в современном мире, находясь в той ситуации, в которой находится Беларусь, я понимаю, что это для нее не катастрофа, а это спасение, потому что, ну, ситуация там хуже-лучше, но она примерно одинаковая, вот. И это, в общем-то, благодаря, наверное, в том числе и Лукашенко. Он, он все-таки взвалил на себя достаточно тяжелую ношу, все-таки у Белоруссии меньше возможностей экономических и вообще ресурсных и так далее, чем у России, но я вот приезжаю, приезжаю, я где-то, честно, очень серьезно подумывал в 12-м году вообще квартиру в Минске купить, вот. Потому что, ну, мне действительно все устраивало, мне все нравилось, вот честно вам скажу. Мне такого не было даже вот там по отношению к Украине, да, что, ну, тем более, что я там родился. А вот в Минске у меня была идея и даже возможности были купить, купить квартиру, вот. Ну, сменились приоритеты, сменились обстоятельства, как-то я эту идею отложил на потом, вот. И, ну, и сейчас уже как бы об этом даже не думаю, но тем не менее. Поэтому я говорю, то, что происходит в Белоруссии при Лукашенко, я не могу сказать, что это плохо. И я не могу сказать, что это хорошо. Это как бы вот данность ситуации, обстоятельств и так далее. Могли бы белорусы жить лучше? Я думаю, да. Но жизненный мой опыт подсказывает, что, скорее всего, нет. Если бы не было Лукашенко, я думаю, нет. Так что пока, как говорится, братья-сябры мои, наслаждайтесь тем, что есть. Потому что мы не знаем, что будет завтра. И, возможно, завтра нам покажется ужасом и кошмаром по сравнению с тем, что происходит сегодня. Ну, я так, немножко. Почему купили в Марина? Слушайте, я тогда еще даже не актером не был. Ну, был как-то так. Ну, появились деньги, нужно было что-то решать. Подвернулась неплохая квартира, как нам казалось на тот момент. И что? И купили. А что по Украине? Да ничего, я не хочу ее трогать, мне неинтересно. Привет с... не понял. Набережная Челны, Бплова. Да, Пятигорск вижу, Пятигорск вижу, да. Из Кастаная. Отсвечивает просто у меня на этом. Вот так хорошо видно. Давно в Украину ездили? Я был в Украине, сейчас скажу, в 2018 году, последний раз. Вам говорили о сходстве с актером из Индии? Ну, знаете, меня много с кем сравнивали, но что с актером из Индии? Я? Нет, я не богатый. Сейчас модно жилье в Крыму купить. Я пока не думал об этом. У меня родители на Украине, понимаете? Я... ну, коснись чего мне поедут. Даже вот, понимаете, ладно отдохнуть. Отдохнуть я найду где. Ну, например, вот по работе, по работе, да, если я поеду работать. У меня родители на Украине, пожилые люди. Вот. Ну, если я поеду в Крым... Ну, во всяком случае, знаете, кажется, честно скажу, появится такой проект, что я скажу, поеду, то я поеду. Ну, это моя работа. Если будет какая-то роль, какой-то фильм, и будут снимать в Крыму, и мне очень понравится, я честно скажу, я поеду. Это моя работа, я не хочу упускать шанс. Я для этого учился 10 лет. Голодал, холодал по общагам, здоровье угробил. Понимаете? Это моя работа. Поэтому, если мне предложат роль какую-нибудь офигенную, и это будет в Крыму, я поеду. Но пока, пока я как бы воздерживаюсь, потому что, ну, пожилые родители, ну, коснись чего вдруг, там, надо срочно приехать. Вот. Эти же не пустят, они же... Причем я же как бы понимаю, что даже там, я же все же говорю, весь негатив по поводу Украины, он не относится к украинскому народу в большинстве. Потому что я понимаю, что большинство народа Украины заложники ситуации, которые у них в стране. Они этого, они искренне хотели другого. То, что они сейчас имеют, я думаю, что они сами этому не рады. Вот. Но там есть энное количество ублюдков, понимаете, которые могут меня просто не пустить, например, к моим больным или умирающим родителям. Поэтому я не хочу этим тварям давать повод меня не пустить. Понимаете? Поэтому я в Крым не езжу. Надеюсь, я объяснил правильно вам. Вы все поняли. Да, я голодал и холодал прям по-настоящему. Прямо... Я помню, как у меня на последних, да не то, что на последних, на единственных ботинках зимой подошва отвалилась. Было какое-то говно китайское. На больше его денег не было. И я купил скотч, и я помню, я скотчем привязывал подошву. Ну, она отвалилась. То есть не пришить ничего невозможно. Просто сгнил, как бы, ну, в смысле от сырости раскис вот этот вот, ну, ботинок сам. И я его скотчем прозрачным замотал, вот, и ходил на занятия. Мне помню, так стыдно было в метро ехать. Я все время ногу, как сейчас помню, правую ногу, вот этот ботинок прятал, прятал немножко. Ну, так, чтобы его видно не было. Потому что он был полностью за скотчем, скотчем обмотан. А когда очень хотелось спать, ложился... Когда очень хотелось кушать, ложился спать. Ну, потому что во сне не хочется кушать. Ну, я учился, слушайте, я поступил в Днепропетровск в 88-м году. В 92-м закончил. И сразу поступил в 92-м году, ну, уже в Москву приехал учиться. И до 96-го года я учился в Москве. Надеюсь, не надо вам объяснять, что это были за годы и как вообще жили люди. И я уже не говорю про студентов. А я вот в это время учился. Вот так вот. Ну, да. А у меня друг работал на рынке в Лужниках. И я к нему приехал, вот, он мне дал прямо два рулона, такие, знаете, там эти коробки. Я потом у него работал на Лужниках, коробки возил, палатку выставлял, товар вывешивал. Вот. Я приезжал в 5.30 утра, вот, на Лужники это. И загружал огромную телегу, первую, вывозил на одну точку ему товар, выставлял, дожидался продавца. И потом ехал на вторую точку, то же самое привозил. И потом приезжал к 4-м часам вечера и потихонечку это все начинал собирать и отвозил на склад. И он мне за это платил деньги. Я вот за, как бы, ну, благодаря ему я, ну, как-то так с деньгами стало чуть-чуть полегче. Это правда, я вам клянусь вообще ни слова, ни слова не совмравши. Так что так вот. Тяжело было, тяжело. Тяжелые годы были, очень тяжелые. Я, может быть, и добился всего в жизни только благодаря тому, что я пережил эти годы и закалился в них, понимаете. Наверное, еще поэтому. Так что так. Все так жили. Да, да, да. Это я помню. Я помню, как мы жили. Никогда не забуду. Поэтому я говорю, что Путин это лучшее, что могло случиться с Россией после Ельцина. Так что мне есть чем сравнивать. Так что, как говорится, когда меня начинают загонять на Путина, я говорю, идите вы нахер. Вы меня не переубедите. Я говорю, следующий президент должен быть не хуже, а, возможно, только лучше Путина. Тогда я соглашусь проголосовать за него. Да, все, други мои, я вас всех обнял. Будьте здоровы, вам всего хорошего. Давайте, ну, растет это гребанное заболевание. Очень хочется посниматься, поработать. Поэтому я вас прошу, берегите себя и своих близких. Ну, вы знаете, короче, что делать. Да, пока-пока. Ирин, да, вижу, пока. Все, пока, всех обнял, будьте здоровы.